Соревнования по кроссу на снегоходах Буранды прошли в Наринмаре в минувшие выходные. Соревнования проводятся в НАУ 23 год подряд. В этот раз на старт вышло 55 гонщиков, которые состязались в классах Буран и Свободный. Для спортсменов и гостей праздника подготовлена обширная культурная программа. Традиционно гонки по снегоходному кроссу в столице Ненецкого округа проводятся весной. Впервые они прошли 12 апреля 1997 года и были призваны возродить традиции российского снегоходного спорта и поддержать отечественного производителя буранов. Своё привычное название «Буран Дэй» гонки получили в 2010 году. На гонки в этом году вышло 55 участников. Генеральным партнёром соревнований вновь выступила компания «Лукоил». Для Ненецкого округа это в первую очередь хороший семейный праздник. Возможность побыть с семьёй, встретиться с друзьями и провести время замечательным образом на свежем воздухе. Вот это, наверное, самое главное. Ну а для участников соревнований это возможность, на самом деле, доказать своё мастерство и посоревноваться в том традиционном для нашего округа виде, даже не досуга, наверное, о нашей жизни, как поездка на снегоходах и на буранах. В заездах «Буран Дэя» спортсменам предстояло бороться за победу в классе снегоходов «Буран» в следующих группах. Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет юниоры, мужчины от 18 до 55 лет, мужчины 55 лет и старше ветераны, женщины 18 лет и старше. В свободном классе снегоходов состязались представители сильного пола от 18 лет и старше. Трасса до начала соревнований была готова. Ребята-гонщики её проверили, посмотрели. Они тут тренировались практически 4 дня. Ребята телевизорные тренировались у себя в населённом пункте. У них там была подготовлена трасса. Но после трёх отборочных заездов трасса на самом деле уже становится очень сложной. На старт выходят женщины в классе «Буран». Победительница будет определена по итогам одного заезда. Предстартовая тишина, начало заезду даёт губернатор Александр Цибульский. Тройка лидеров женского заезда выглядит следующим образом. Первое место у Елены Стремоусовой из посёлка Красное. Следом за ней финишировала Любовь Балакшина из деревни Антик. Бронзовая медаль снегоходного кросса досталась Анне Христолюбовой из посёлка Лабожское. Я вообще в концепт побежала. Самая последняя завелась. И на первом же повороте я буквально 5 девушек обошла боками и всё. А потом кого-то толкнула. Не знаю. Это вот у нас стояла. Уже 8-й год вот участвую. И понимаю, что пока у меня не будет 12 побед, я не уйду. В культурной программе праздника концертные номера, интерактивные площадки в зоне массового гуляния, в том числе этнотуристические. Новшеством этого года стала работа торговой площадки, сделанная в НАО с продукцией производства местных предпринимателей и народных мастеров. А также импровизированные ресторанные двори, где можно продегустировать блюда северной кухни. По итогам отборочных и финальных заездов победителем гонки признан многократный чемпион снегоходных гонок Алексей Попов из деревни Макарова. Это уже восьмая победа гонщика за всю историю соревнований. Обладателем серебра в этой категории стал Александр Коткин из деревни Антик. Третьим к финишу пришел Михаил Кренц из Тельвиски. Сейчас усталость очень бешеная. Сейга трасса самая, последние трех лет, самая тяжелая. Все выбито, не видно, кочек вообще, не ожидаешь, а удар. Среди спортсменов, выступавших в классе «Свободный» на снегоходах и на марках, лучшим стал на Ринмаре Цветалий Стримаусов. Вместе с ним на пьедестал почета поднялись серебряные и бронзовые призеры. Гонщик из села Тельвиска Владимир Кудряшов и Валерий Ижимцев из Красного. Сейчас, во-первых, конкуренция очень большая. Во-вторых, нужно не только перед гонками тренироваться, а стараться вести максимально. Образ жизни спортивный. Постоянно себя готовить, быть в тонусе, летом также заниматься. Ну и, естественно, больше наката перед гонками. Сейчас так просто все уже не пройдет, все подбираются и максимально тренируются. Из шести спортсменов, участвующих в гонках на снегоходах класса «Буран» в категории ветераны, лучшим стал Василий Попов из деревни Макарова. В зачете среди юниоров первым стал Кирилл Чупров из поселка Красное. Генеральным партнером соревнований в этом году вновь выступила компания «Лукойл». Нефтяники поддерживают гонки на снегоходах, уделяют большое внимание социально-культурному развитию региона. Я уверен, что данное мероприятие с годами только будет набирать обороты и повлекать все большее количество участников, желающих посмотреть это великолепное мероприятие. Тем более, что оно объединяет людей разных возрастов, разных увлечений и женщин, и ветеранов. Победители-призеры и участники соревнований получили в качестве награды денежные призы, дипломы участников. Победителям гонок были вручены переходящие кубки соревнований по снегоходному кроссу на приз Героя Советского Союза, Героя России Артура Челенгарова.